Хотел такой небольшой обзор о том, как правильно штукатурить углы сделать. Вот у нас здесь полностью все стены штукатурятся. И самая проблема это сделать углы, особенно эркерные. Всегда была проблема и будет. Некоторые даже с повышенным коэффициентом считают работу на эркерах, на тупых углах. Вот, какие моменты. Во-первых, хотел показать, как следует подрезать штукатурку. То есть, вот обратите внимание, здесь свели правилом, соответственно, угол испачкали. Здесь гипсокартон. Вот, по сырому, когда она начинает схватываться, мы сразу же шпателем очищаем стену. Очищаем стену, делаем глубже ямку, глубже стены. Глубже стены у нас получится ориентир. Эта ямка получится как ориентир идеальной линии. Эта ямка потом заштукатурится. Потом мы берем шпатель, уже на следующий день, и счищаем. Счищаем, у нас получается идеально ровная линия. Идеально ровный угол. Не оставляйте штукатурку на углу. Как очень часто бывает, при особенно механическом нанесении, очень много делается вот таких полукруглов. То есть, лучше пускай ямка будет. В данном случае мы, когда прошкрябаем шпателем, у нас получается такая искусственная ямка. Вот, это идеальный вариант ровного угла. То же самое касается тупых углов. Вот, с тупыми углами больше заморочки. Поэтому обязательно сделайте ямку, обязательно. Вот, вы, например, заровняли. В данном случае мы здесь струнами штукатурили. У нас вот такие участки, где набивались струны, оставались. Потом отдельно вот мы их провилом стянули. И чтобы вот эта линия получилась ровная. Потому что если где-то мы что-то оставим, потом очень сложно это исправить. Тупые углы всегда сложно исправлять. Потому что мы протираем соседнюю стену, если шлифуем. Даже если блочком, даже если хороший блочок. То есть, он так устроен, что мы все равно будем протирать соседнюю стену. Из-за строения угла. Вот, поэтому вот такие делаем, оставляем такие наслоения. Потом спокойненько убираем их уже. Получается ровненькая линия. Вот такой вот небольшой момент. Возможно, кто-то уже использует его. Вот получается такая ямка. То есть, ямку проще заштукатурить, замазать. Чем если здесь будет, например, полукруглый угол. И вам придется его шлифовать. А если вы будете шлифовать, будьте готовы, что у вас получится он круглый. Потому что вы соседнюю стену тоже повредите. Потом с этой стороны эту соседнюю стену повредите. И у вас уже не получится он такой прямо резкий. У вас получится он такой полукруглый. Это проверено. Поэтому вся основная работа, это именно когда мы наносим штукатурку. Как мы ее срезаем. Вот самый главный виновник угла. Сороконожка. Вот такой вот уголок получается четкий. Сороконожка. Продолжение следует...